Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вновь в эфире программа «Обзор прессы». Давайте продолжим наше путешествие по миру православных изданий, журналов и газет Русской Православной Церкви. И начнем наш выпуск с нового издания, которое мы недавно получили. Это газета «Крестовский мост». Она выходит в свет с 2010 года. Газета «Крестовский мост» — это благотворительный информационно-просветительский проект для верующих и всех, кто интересуется православием, верой, культурой и церковной жизнью. В марте 2011 года издание получило гриф «Московской патриархии», одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви. Над выпуском газеты трудятся известные журналисты, работавшие в ведущих российских изданиях. В числе авторов и собеседников — пастыри, богословы, проповедники, ученые, артисты, писатели и художники. В этом издании можно найти ответы священников на вопросы читателей, интервью с деятелями культуры, рассказы об интересных судьбах и опыте веры ярких, талантливых людей. Цель проекта — показать богатство и разнообразие православной жизни, помочь тем, кто хочет быть в курсе важных событий. Газета пишет о новых выставках и книгах, об интересных сайтах и видеоблогах, о тех явлениях культуры и медиасферы, которые близки верующим. Еще одно направление — рассказы о паломнических поездках. Их авторы делятся своими впечатлениями и дают полезные советы. Итак, ознакомимся с некоторыми темами этого номера. Профессиональный оперный певец из Мариинского театра Санкт-Петербурга Дмитрий Лебамба, недавно подписавший контракт о работе в оперном театре австрийского города Граца, рассказал, как он совмещает работу в театре и службу в храме. В разделе «Тема» опубликована беседа с преподавателем Московской Духовной Академии протеереем Андреем Рахновским о том, как может существовать душа без тела, чем она способна мыслить, помнить, ощущать, что такое частный посмертный суд и страшный суд. Из интервью с известной артисткой, церковной певчей Линой Макарчан, вы узнаете о ее жизни, детстве, вере, творческой деятельности, о просветительском проекте «Возвращение на Родину», который она ведет, и в котором принимают участие известные художники, ученые и священники. В главном здании Третьяковской галереи действует необычная экспозиция. Здесь можно увидеть старинные гравюры, иконы и, главное, Библию из Катара, знаменитый голландский фолиант, редчайшее издание 17 века. О работе выставки, знакомящейся с искусством старых мастеров, читайте на 13-й полосе. Осенью на знаменитом греческом острове Крит наступает лучший сезон для отдыха. И если вам доведется в это время оказаться на одном из критских курортов, не упустите возможность побывать в столице острова – Ираклионе. Статья о том, что может увидеть православный путешественник в критской столице, представлена в разделе «Паломник». Уважаемые телезрители, газета «Крестовский мост» выходит один раз в месяц и распространяется бесплатно в храмах Москвы, Пскова, Вены и в приходах других епархий Русской Православной Церкви, а также в государственных, культурных и религиозных учреждениях. Вышел в свет 16 номер православной газеты «Благовест», издаваемой в городе Самара. Читайте в свежем выпуске. На Самарской земле прошел относительно небольшой, но от этого не ставший легким крестный ход до возрождающегося Чегринского монастыря. Долгий путь с молитвой преодолели в жаркие летние дни более чем 130 человек. В четырехдневном пути крестоходцы смогли прикоснуться ко многим святыням Самарской земли. Весь ход на своих плечах мужчины-крестоходцы несли казанскую икону Божией Матери. Журналисты редко становятся героями публикаций. Обычно это они рассказывают читателям о других людях. Но в этот раз произошло исключение. Председатель Самарского отделения Союза журналистов России Ирина Владимировна Цветкова была награждена высокой патриаршей наградой – медалью преподобной Ефросинии, Великой Княгине Московской. Этой почетной наградой удостаиваются женщины, потрудившиеся на поприще церковно-общественной деятельности и внесшие вклад в укрепление нравственных традиций общества. Об этом читайте на второй странице. В материале «Родом из Вознесения» публикуются воспоминания православного писателя Николая Коняева, которые обращают читателей к думам о Боге, Вечности, Родине и наших судьбах. Всего год не дожил Николай Михайлович до своего 70-летия, которое отмечается 25 августа. И вот в дни его юбилея к читателям пришли его мудрые, наполненные светом и теплом слова. Удивительным образом оказались связаны публикации двух последних страниц. «Все зависит от Бога и немного от нас». «День милосердия» из стихотворения Елены Русецкой «Не забыты мы у Бога». Даже самая малая лепта, принесенная от любящего сердца, может помочь нуждающемуся в поддержке человеку. Уважаемые телезрители, Оформить подписку на газету «Благовест» можно с любого месяца во всех отделениях Почты России по индексам 31017 и П6315. Вашему вниманию представляю новый номер православной газеты. Расскажу о темах свежего выпуска. Ежегодно, 11 сентября, в праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, отмечается Всероссийский День Трезвости. На главной полосе читайте слово патриарха московского Ивсея Руси Кирилла, в котором он подчеркнул важность сохранения трезвого образа жизни и рассказал, как связаны между собой грядущие праздники и что означает трезвость в широком смысле слова. В звоннице, строящегося в подмосковном парке патриот главного храма Вооруженных сил России, установлен ансамбль колоколов весом более 20 тонн. В ближайшее время планируется установка купола храма. Одновременно создаются элементы его внутренней отделки и внешнего оформления. Репортаж этого торжественного события опубликуется на четвертой полосе. Что нужно сделать, чтобы воспринимать воскресную литургию не как повинность, а именно полюбить ее, чтобы дисциплина переросла в любовь? В чем заключается успех духовной жизни христианина и прихода в целом? Об этом и не только рассуждает митрополит Ташкентский и узбекистанский Викентий, глава Среднеазиатского митрополитчего округа. Опразднование, которое состоялось в Савве на Старожевском мужском монастыре, в день памяти основателя обители, преподобного Саввы Старожевского, звенигородского чудотворца, читайте на 12-й странице. О престольном празднике одной из древнейших обителей Ярославской области Свято-Введенского Толкского монастыря можно прочесть в рубрике «Ярославль». Как находить баланс между работой, домом и семьей? Как научиться это разграничивать, переключаться и отдыхать? Какой ориентир должен быть у нового прихожанина храма, чтобы он не был обузой в жизни прихода, но стал со временем маленькой его частью? С чего начинается любовь к самому себе? Если вы тоже задаетесь подобными вопросами, тогда открывайте раздел «Беседы с батюшкой». Здесь вы найдете ответы настоятеля собора в честь успения Пресвятой Богородицы на визе, про Таирея Евгения Попеченко, на эти и другие духовные и житийские вопросы. Архимандрит Александр Глоба, доктор богословия, рассказал, каков критерий правильности толкования и в чем опасность неправильного толкования Священного Писания. Имеет ли значение, какому образу Богородицы молиться в определенных нуждах? И можно ли начать читать Библию без толкования? Уважаемые читатели, Православная газета продолжает традицию книжных лотерей. Условия очень просты. О том, как стать участником лотереи, узнаете в разделе «Информация». 12 сентября Православная Церковь отмечает перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского, мудрого русского правителя, полководца, защитника Отечества, за всю свою жизнь не проигравшего ни одного сражения. О личности святого князя, его подвигах и победах повествует рассказ в разделе «Молитва». Напоминаю, оформить подписку на Православную газету можно с любого месяца и на любой срок. Подписной индекс по каталогу агентства «Роспечать» на полгода 32 475 на год 70 598. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин